Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1393. Разбор ответов Архимандрида Амбросия Юрасова. Вопрос 129. В настоящее время очень много людей, которые страдают, мучаются, находятся в отчаянии. Что им делать? Отвечает Архимандрит Амбросий Юрасов. А чтобы отчаяния не было, надо всем вернуться к Богу, да по-настоящему. Не так, как некоторые, которые говорят «Я крещеная». Да что толку? Полная бездна набита крещеными. В церковь ты не ходишь, не молишься, не каешься. Душа твоя погибает. Но таких людей, святые отцы, говорят, что они будут испытывать очень много скорбей в этой жизни. Всякого рода тревог и болезней. Комментирует ответ Амбросий Юрасова Игнатий Тихонович Лапкин. Если таких людей бездна, которые были крещены, почему же ни разу священник не ставит вопрос, кто же их накрестил? Или что такой вопрос запрещено ставить? Он слишком опасен? В Барнауле преподаватель университета АГТУ Цепенникова ЕП пять лет проводила исследования над тремя тысячами студентов. Она ходит в церковь, поет на клиросе, а публиковала материал в газете «Алтайская миссия» из «Мрака язычества». Цитата. «Вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза. Крещена девять лет назад. Воцерковилась ли? Во Христа крестилась, но облекаться во Христа – труд всей жизни. Регулярно посещать храм стало только тогда, когда Господь привел петь на клиросе. За пять лет преподавания в Алтайском государственном техническом университете мне пришлось встретиться с тремя тысячами студентов. На протяжении пяти лет, с 1994 по 1999 годы, я проводил анкетирование. Было опрошено 3000 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Это студенты первого, второго, третьего курсов. 14 факультетов, 100 групп. Опрос показал. Первое. 0,3% безоговорочно считают себя православно верующими, исповедуются и причащаются. Второе. 50% никогда не задумывались над проблемами веры. Третье. 2000 студентов, 66,6% считают православие устаревшим, церковь стяжательницей, служители ее мракобесами или неискренними людьми, которые служат не Богу, а себе. Четвертое. 2500 человек, 83,3% считают, что в молодости надо грешить, а в старости кается. Пятое. 2900 человек, 93,3% не смогли ответить на вопрос, что такое целомудрие в духовном смысле слова. Шестое. 99,7% не смогли объяснить, чем православие отличается от других мировых религий в вопросе о спасении. Седьмое. 2,990 человек, 99,06% считают веру признаком слабости и ущербности недостатка образования. Восьмое. 2,990 человек, 99,06% не смогла объяснить смысл слов покаяния, грех, смирение, промысел Божий, молитвенное правило, символ веры. Девятое. 900 человек, 30%, сторонники или участники тоталитарных сект, среди которых наиболее популярными являются саентология, ивановцы, кришнаиты. Десятое. Не видят в этих заблуждениях опасности, считают, что верить можно как угодно и во что угодно. 99,06% не считают опасным экуменизм. Одиннадцатое. 99,06% не знают молитв, не умеют себя вести в храме, не понимают духовного смысла поста. Двенадцатое. При этом крещеных в православную веру 97,5%. Евгения Цепенникова, Алтайская миссия, номер 10, в скобках 76, июнь 1999 год, МПРПЦ. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Когда я встретился с Евгением Павловной, рабочий телефон 36 78 65, домашний, 34 93 96 42 43 97, прочитав эту статью, чтобы поблагодарить ее, что она, и то она искренне испугалась, когда ей растолковал подлинный смысл того, что она напечатала. А результат таков, из 300 лжекрещенных в Московской Патриархии едва ли один что-то знает из того, что совершается в храме. Если бы вопрос стоял о том, что знают эти три человека из тысячи и десять человек из трех тысяч по Библии, по канонам, то едва ли она нашла бы и одного. Иоанн Златоуст говорит, если одна овца погибнет по твоей небрежности, о священник, то тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину. А здесь погибает 2 990 и 10 под вопросом. Приличная встреча с епископом Антонием в епархии мы долго беседовали с ним. Более двух часов я показал ему эту газету и эти в кавычках успехи его епархии. И он искренне сокрушался, говоря, «А что я могу сделать? Я их посылаю работать, а они воруют». Подарил ему эту газету, сказав, «С этими результатами явитесь на суд Божий». Он сказал, «А я даже и не знал про эту газету. Как-то она прошла мимо». Попросил его выдать похвальный лист Цепенниковой. Такие материалы на дороге не валяются. И сказал ему, «А нас было пять человек с нашим епископом Евтихием. Почему же вы так распустили вожжи и не наказываете своих священников и работников, о которых патриарх Алексий II сказал, каких бандитов напринимали в церковь? Епископ Антоний встал, осторожно открыл дверь своей приемной, выглянул за дверь и смущенно сказал, «Боюсь, подслушивают, недавно было покушение от своих же. Нам всем стало страшно и жалко его заложника, насквозь пропитанное мафиозными структурами МП». 8 июля 2001 год епископ Антоний внезапно скончался в возрасте 41 года. Прочитайте своим прихожанам и монастырским жителям эти данные из епархиальной газеты и не думайте, что у вас что-то лучше. Ни в одном своем ответе вы ни разу не ставите вопрос, каким путем мы дошли до этого. Крещеных бездна и они находятся в бездне. Это вы знаете. Почему же вы их допустили до крещения, а не работали с ними, крестильщики? безуверования во Христа, без длительной катехизации крещение должно быть повсеместно запрещено под страхом анафемы священников и извержения Исана навсегда, как нераскаянных разбойников. Трубите тревогу, что души, погубленные вами, ненаученные согласно ваших слов, живут не во Христе и являются готовой добычей сатаны. Все вопросы, которые задают вам Отецам Россий, люди, ведь они же стоят в храме, не на площади, и вы говорите, что эти вопросы, напечатанные вами, всего лишь малая часть того, что вам задавали. Можно предположить, что вы отобрали наиболее интересные, как вам показалось, поучительные вопросы. Притом люди в одном вопросе выражают далеко не все, а только самое тревожное. Это вопросы о явлении бесов, об унынии, отчаянии, нелюбви и о многом другом, что должно быть исторнуто вами из них давным-давно. Неужели вам нравится управлять такими людьми, совершенно ничего не знающими, задающими такие вопросы, которые задают бабки на улице? По этим вопросам видно, что вы стоите на развалинах, ибо это ваша паста. Ведите эту пасту прямо ко Христу по Слову Божию, начинайте ими заниматься, и все изменится. Христос воскрес, а если бы не так, то все бы светлое давно окутал мрак, и солнца правды не узнали мы, и не было бы выхода из тьмы, и если он из гроба не восстал, нам чужд бы был высокий идеал, и даже в мыслях мы бы не смогли подняться над растлением земли. Он жив, а если б он не жил, то мир давно б уже похоронил, живое все, что есть в душе у нас, пытался сделать это он не раз. И если бы тот камень гробовой не отнят был всесильной рукой, то и сейчас бездушный саду кей мог правду скрыть под грудою камней. Та весть прошла через грани всех веков и через границы всех материков. Ни варварства, как видим, ни прогресс, не заклушили песнь. Христос воскрес!